Здравствуйте, Евгений Борисович. Здравствуйте. Какое бы Вы дали определение клирикализации вообще? Это неожиданный для меня вопрос. Клирикализация, по-моему, это всегда сращение церкви с государством. Когда церковь начинает проникать в светскую жизнь в качестве какой-то давлеющей, организующей силы. Ну, она хочет стать государственной идеологией. Государственная идеология у нас, по-моему, отвягнута Конституцией, и я вообще считаю государственную идеологию делом крайне опасным и вредным. Потому что никогда столько людей не убивали в мире, как Ваславу, в защиту той или иной идеологии. И в этом отношении все религиозные идеологии очень отличались в мире. Хорошо. А как человек, один из авторов письма десяти, как Вы думаете, почему Вы не были тогда услышаны? То есть эти процессы, они пошли, как бы, дальше было даже с большей скоростью? Ну, просто потому что наши власти вообще не склонны обращать внимание на гражданское общество. И привыкли с времен советской власти решать все в своем кругу. В кругу ЦК, в кругу Политбюро, в кругу какой-то там избранной, как сейчас называется, элиты. Я думаю, что они решили, что так будет спокойнее и лучше для консолидации страны, для ее спокойствия, управления. Я думаю, что власти пожалели о том, что изъяли статью о изъятии государственной идеологии из Конституции. И постепенно, явочным порядком, стали ее внедрить. Мы тогда выступили против ветра. Вот такого государственного ветра, как мне кажется. Вот в чем, может быть, по-вашему, есть такой ли факт наличия мифологического мышления даже среди ученых? Я думаю, все-таки с их стороны должна быть такая очная лояльность о допуске освящения, освящения лабораторий, не говоря уже о появлении кафедр теологии в МИФИ, в Педуниверситете в Тверском. И, как мечтает РПЦ, наверное, все дальше, и чем дальше, тем больше. Даже в православии уже сформировался такой штамп, как верующий ученый. Что же это такое? Ну, я думаю, что вы сами сказали, что это проявление некой демонстративной лояльности. Вообще, наука, как известно, особенно в новейшие времена, когда она требует довольно больших средств, она нуждается в государственной поддержке, и поэтому она, в общем, старается быть государственно послушной. Если государство явно выворачивает на клирикализацию, то наука тоже берет под козырек. Но, насколько я могу свидетельствовать, по крайней мере, в области точных наук, религиозность – дело очень редкое. Я еще год назад мог сказать, что я просто таких не знаю из моего круга. Но сейчас я иногда встречаюсь. Разумеется, если опрашивать людей, то можно получить, конечно, какие угодно ответы, потому что наше старшее поколение, оно хорошо дисциплинировано и отвечает так, как положено отвечать. Но, с моей точки зрения, по моим оценкам, скажем, в отделениях естественных наук, верующих просто по пальцам. А справедливо ли утверждение, что наука даже вышла из среды религии? Какими-то первооткрывателями, естественно-испытателями были некие монахи, ну уж не говоря, какие-то истории алхимических опытов и прочих. Можно ли вообще говорить о такой прецеденте, о том, что наука и источники даже могли быть в этом? Это не прецедент, это просто история. Просто вообще всё человеческое знание, оно развивается из мифологического знания в сторону научного. И поэтому и зарождалось оно в среде мифологического знания. Кроме того, религиозная обстановка давала возможность для созерцания. Как известно, церковь всегда была на содержании общества, церковные десятины и так далее. Были монастыри, в которых люди предавались созерцанию, и среди монахов, которые занимались сельским хозяйством, бывали мыслящие люди. Это, в общем, достаточно естественно. Это люди были освобождённые от тяжёлого, вот, каждодневного труда в той или иной мере. То есть они могли употреблять свой мозг на размышлениях. Поэтому мне это представляет совершенно естественно. Если говорить о том, что вот все великие открытия были сделаны верующими людьми, я с этим совершенно не согласен. Когда мне приводят в пример Ньютона, который, дескать, был крайне набожен и всю жизнь занимался и астрологией, и алхимией, то я могу сказать, что теперешние биографические исследования показали, что его слава очень сильно преувеличена. Он действительно собирал знания и, будучи главой королевского общества, был представителем науки, но до него были великие учёбники. В частности, очень многое того, что приписывается Ньютону, принадлежит Гуку. И Гук, и Кеплер уже прекрасно знали о законе всемирного отяготения. Никакого яблока там в помине не было. Яблоко придумано его племянницей. А сам он был хорошим математиком и оформлял их прозрение, интуитивные открытия хорошим счётом. Известно, что на его максимальный вклад был именно математический. Но он действительно был человеком и набожным, и... Ну, может быть, даже... Ну, вот если он занимался теологией и алхимией, то я думаю, что не во всём был законопослушен даже и в отношении церкви. Потому что заниматься алхимией – это было, в общем, еретическим занятием. Вот. А крупные... Наиболее наши крупные учёные были совершенно... Совершенно атеистичны или агностичны, как сейчас принято говорить. Например, один из наших самых лучших учёных Менделеев был совершенно лишён всякого, всяких иллюзий по части этого дела, хотя вышел сам из духовной среды. Тот же самый Павлов, о котором бесконечно говорится, что вот это глубоко верующий человек. В своё время были опубликованы его записки на эту тему, из которых следовало, что он уважал церковь как систему обрядов, и вообще он был традиционалист, и был тоже из церковной среды, но сам он был совершенно отъявленным именно атеистом, о чём ясно говорил своим окружающим. А когда ему говорили, почему же вы всё время креститесь на собор, о том, что он говорил, я хочу позлить господ комиссаров. Так что совсем это было необязательно. Вообще конец 19 века и начало 20 века как раз знаменовалось, особенно в России, в общем крахом религиозности среди интеллигенции и науки, с чем сейчас связывают и вообще катастрофу Великой Октябрьской социалистической революции. Но я не думаю, что дело было в отсутствии религиозности. Мне кажется, что в те времена церковь вела себя очень неосторожно, она вела себя, как принято говорить, как слон в посудной лавке. Она организовывала эти отряды святого Михаила. Она опять-таки сращивалась с государством. Вот эта вот история с отлучением Толстого, который был на самом деле богостроительным, богоискателем. Его бы брать на щит государству, а вместо этого была какая-то травля развернута. Чехов, как известно, вышел из... тоже из духовного сословия, но был совершенно отъявленным атеистом. Ну просто потому, что он был врачом, он хорошо знал и знал по всему этому делу изнутри. Так что ученые, знающие, грамотные люди очень легко склонялись к атеизму. Ну вот я обычно еще привожу пример двух братьев Вавиловых, которые буквально прославили и украсили собой нашу русскую науку. Оба брата воспитывались в чрезвычайно богобоязненной семье. Их мать воспитывала, но когда эти богобоязненные мальчики попали в гимназию, то они сразу столкнулись с противоречием того, что им говорили на уроках естествознания и то, что им рассказывали батюшки. И вышли они атеистами из гимназии. Не надо было церковь внедрять в школы. Не надо было, я и сейчас считаю, что не надо было порождать вот этот когнитивный диссонанс. Потому что для церкви, у церкви психотерапевтические функции должны быть прежде всего. Они не должны вмешиваться в светское познание, в светскую науку тем более. Церковь должна утешать людей. И она действительно это утешает. Она дает надежду на вечную жизнь, на встречу со своими умершими родственниками и надежду на то, что есть кто-то Всевышний, кто за нами присматривает. Ну, вот это для слабым духом людей, которые не способны взглянуть правде в глаза. Я так это считаю. Я их не осуждаю и считаю, что такая функция всегда была и, наверное, всегда будет. Недаром же человечество с самого зарождения всегда создавало религиозные культы. Нет ни одного племени, ни одного этноса, который бы не создавал какие-то религиозные культы. Другое дело, что они были все разные. А вот на данном этапе хоть какой-то религиозный культ он может способствовать появлению новых знаний? Или это только наблюдение за своими приверженцами? Мы будем употреблять термин «православная наука», но священники говорят именно о православии, как и о мировоззрении. Ну, я считаю, что это просто совершенно разные вещи. Я говорю, что религия сейчас играет роль, так сказать, духовного пастыря, утешающего и направляющего в моральной области людей. По крайней мере, она так говорит. Когда последний папа разговаривал с каким-то из наших ученых, с Арнольдом, по-моему, он говорил, что вы понимаете в язерной энергии, а мы понимаем в том, как с ней надо обращаться. То есть, что должно быть моральное начало в употреблении знаний. Ну и в этом смысле с этим трудно не соглашаться. Пожалуйста, будет такое разграничение. Но к настоящему активному знанию церковь давно не имеет никакого отношения. Наоборот, она всегда играла роль такой совершенно консервативной силы, которая, ну, все знают эту историю борьбы с Галилеем, с учением Коперника. Навязала ушах вся эта история. Поэтому, ну, вообще я считаю, что какую-то положительную роль, разумеется, церковь в истории играла организующую просветительскую в раннее время. Действительно, из ее лона вышли наиболее образованные люди. И вот сейчас у нас разговоры о том, что наши университеты должны выпускать теологов, остепененных теологов, ссылаясь на западный опыт. Ну, я считаю, что это совершенно неправильная постановка дела. На Западе университеты родились в средние века буквально как, прежде всего, как религиозное учреждение. И таковыми очень надолго оставалось. И там традиционно всегда существовала вот кафедра теологии, которые были так неотъемлемы от истории университетов. У нас этого никогда не было. Во-первых, с самого начала никогда не было. А во-вторых, советская власть вообще, что бы, какие бы ей не приписывать грехи, которые у нее, несомненно, были в большом количестве, но она добилась некоторых замечательных успехов. Она, прежде всего, добилась всеобщей грамотности и привела рациональный взгляд на мировоззрение. То есть привела, в общем, дикий народ к тому состоянию, в котором находилась наиболее передовая наука своего времени. И это было закреплено чуть ли не законодательно, когда всякие религиозные воззрения преследовались. Я не могу это приветствовать, но я считаю, что после того, как мы покончили вот с диктатом коммунистической партии, мы должны были как раз воспользоваться тем, что у нас народ самый грамотный в мире. Я считаю, что мы должны были, так сказать, культивировать именно знания, а не восстанавливать мифологическое знание религиозное. Оно и само бы как-то восстановилось. Но не надо было его приподнимать и теперь уже внедрять в университеты в качестве какой-то ведущей силы. Ну, это вот моя такая точка зрения. Ну, такая же была у тех, кто подписывал вот это письмо, письмо десяти. Чтобы в нашей стране конкурировать в науке и технике, ее религиозность, какой в этом играет роль? Я считаю, что никакой. Если она не будет мешать своим надзирательством, своими указаниями, то это лучшее, что она может сделать. То есть, мне представляется, что наука совершенно оторвана, давно и совершенно оторвана от мифологического религиозного знания. Наука, прежде всего, естественные науки, биологические науки, науки жизни, все это идет по своим законам и бесконечно оторвалось от ветхозаветных и новозаветных объяснений. А вот власти страны, нашей вообще любой, они способны ли противостоять вот этой экспансии религиозных культов в сферу науки или все-таки это задачи гражданского общества? Ну, как известно, власть у нас может сделать с гражданским обществом все, что угодно. Поэтому это ее... Как это решить? Может быть, просвещение? Просвещение власти. Ну, вот мы все время пытаемся просвещать власть, но власть считает, что она лучше нас знает. В конце концов, Академия наук бесконечно писала докладные записки во власть, что нужно развивать, какие экономические уклады нужно ставить. Но нас просто никогда не слушали, а сейчас речь идет о том, что вообще Академия наук не сводится в позицию исполнителя. Я понимаю, что наука всегда раздражала власть тем, что она была от нее так или иначе независима, хотя всегда питалась от власти. Но была как-то независима и имела свое мнение. Все власти этим раздражались всегда. Но как-то при советской власти это терпели. А сейчас, по-моему, терпение кончилось. Несмотря на то, что в СССР была мощная атеистическая машина, почему Ренессанс все-таки происходит? Где корень этой ошибки? В какой точке мы не смогли понять наше общество, что надо делать ставку на просвещение, не на глоток свежего воздуха от возрождающемуся православию и вообще всем религиям? Ну, я считаю, что просто из-под пресса советской власти естественно полезло все то, что было зажато. Но беда в том просто, что власти стали всячески помогать возрождаться религии. И сейчас это, по-моему, приобретает опасные формы, потому что сейчас у нас определенно наблюдается противостояние, религиозное противостояние внутри нашей страны. Мы это не признаем, мы говорим, что у нас все религии равноправны и нет никакого противостояния, но видно, что сейчас действительно идет необыкновенный ренессанс, прежде всего, мусульманство, причем в весьма такой агрессивной форме. Действительно, христианство, оно насытило свою свирепость в средние века. Теперь пришло время исламу. Это очень, по-моему, опасно. Я бы держался, я бы на месте властей старался бы дистанцироваться от этих вопросов. То есть не вкладываться так в религиозную жизнь, как средство управления населением. Ну, хорошо. В принципе, я думаю, что у нас было озвучено все даже без каких-то моих вопросов прекрасных. А можно ли вопрос вне всех вещей можно ли представить развитие именно познания или восприятия, потом фиксации этого восприятия, фиксации того, что человечество за всю свою историю мега-историю какую-то, можно ли рассматривать как некий волнообразный процесс, что сначала какое-то идет нарастающее познание, потом оно как-то упаковывается, будем так говорить, и переходит в какие-то религиозные практики. Потом опять эта распаковка идет, то есть преодоление этого процесса, как диалектика Гегеля, отрицание, отрицание. Можно ли такой какой-то процесс именно познавательный представить? То есть, может быть, когда-то еще раньше были какие-то науки, которые потом упаковались в эту нашу современную религию, и она мешает уже дальше развиваться. Вот мы сейчас смотрим просто, я говорю про то, что мы сейчас говорим, что начинают научные сотрудники просто поклоняться каким-то, они не воспринимают как теории, они воспринимают какие-то вещи как догмы, и начинается поклонение какое-то. Нет, такого не существует. Поклонение чему? Андронному коллайдеру, теории Эйнштейна, еще и еще. То есть, они воспринимают это как какие-то символы, которым просто нужно, вот они приспособились к науке, вот они совершают какие-то обряды, вот прочитали какие-то книжки, выполняют какие-то действия ритуальные, и это не превратится ли наша современная наука в какую-то там будущую религию или через 300-400? Нет ли такой опасности? Я такого не вижу. То есть, на моих глазах буквально, вот я прожил уже около 80 лет, и на моих глазах шло только непрерывное накопление знаний с всеукоряющимся темпом. Вот говорят, что 90% ученых, которые сделали науку на Земле, до сих пор живут, просто потому, что она взрывным образом накапливалась. И мне представляется, наоборот, что человечество имеет что главное у людей, самое, что отличает их от природы, от зверя, от чего угодно. Это способность к познанию и к накоплению этого знания, которое переходит в качестве непреложного наследства нашим потомкам. И они его только умножают. И вот я в свое время, там лет 15 назад даже ратовал за то, чтобы, так сказать, в каком-то смысле обожествлять науку, как, так сказать, общий алтарь, на который все несут свою взятку, как пчелы. Все копится и копится и копится. А актуализация этого знания, она в последнее время необыкновенно ускоряется. Сейчас мы можем получить справку вот с помощью поисковых систем мгновенно. Сейчас скрываются старые библиотеки, в которых просто гибло знание. Вот если 50 лет назад было такое правило, что если исследование стоит дешевле 30 тысяч долларов, то его лучше сделать, чем лезть в библиотеки, потому что дороже обойдется. Сейчас это совершенно не так. и особенно когда появились системы искусственного интеллекта, неизвестно, чем это дальше кончится, но совершенно ясно, что сейчас знание так велико, что оно абсолютно не охватно одним мозгом. Но у нас теперь появляются вот такие супермозги, которые способны интегрировать разные знания. я вижу вот в этом познании, в накоплении этого знания как раз залог надежд на спасение, потому что недавно этих надежд уже не оставалось, потому что чудовищное разрастание населения, когда вот зеленая революция дала всплеск гонки, так сказать, народа-населения, и полная потеря контроля за мозгами. Человек до 20 лет он еще ребенок. Ему можно, его можно эндокренировать как угодно. Это страшное дело. Можно такие толпы организовать. То есть без всякой атомной войны можно устроить религиозную резню на весь мир. Страшное дело. И вот с этими вызовами, а вызовы какие? Вызовы перенаселения, распри, болезни, вполне вот какой-нибудь всемирный мор, который вполне время от времени появляются такие ростки той же ВИЧ-инфекции. С этим может справиться только наука. Я всегда говорил, что вот это как лечить подобное подобным. То есть знанием лечить те издержки, которые принесло это знание. Какая издержка? То, что люди расплодились абсолютно не по мере. Если Библия говорила о том, что в поте лица будет зарабатывать свой хлеб, то сейчас на самом деле мы эксплуатируем знания, накопленные нашими родителями. И они работают за нас. Это и автоматы, и это знания о полезных ископаемых, это синтезы всякие. У нас сейчас в поте лица своего там может быть 5-10% добывает свой хлеб, а остальные в общем праздны. И это очень опасно. Страшно опасно. То есть в принципе задача сконцентрировали понимание человечества на развитии дальнейшем космоса. Либо как Рейган договаривался на противостоянии какой-то космической угрозе типа метеоритной и так далее. Это полезно. С точки зрения политики. Это несомненно полезно. В свое время в конце концов Египет он всю прибавочную стоимость тратил в пирамиды. Народ в поте лица своего паха. В результате выродилась цивилизация просто. Какой-нибудь остров Пасхи действительно потратил все свои ресурсы на религиозные культы. Мы чуть-чуть не рухнули под гонкой вооружения. Очень страшные дела. Именно то же самое. Тоже религиозные культы возвелся в абсолют. Очень опасное дело. И только знание всего этого именно то, которое несет наука в том числе и историческая может человечество уберечь от этого дела. Я не знаю во что это все выльется, но без науки человечество в таком размере страшно неустойчиво. Возможно ли концентрация научных исследователей на познании человеческого сознания сейчас? Потому что сейчас говорят о переносе трансгуманисты, перенос сознания на другой носитель, не на биологический. Это очень опасно. Это страшно опасно. Понимаете, но это моя личная точка зрения. Вот сделать подобие человека на другом носителе это очень рискованно. Тем более они понимают, что такое сознание по большому счету. Ну в том пределы, никто этого не понимает. А на самом деле мы вот от наших компьютеров отличаемся совершенно радикально в том, что наши компьютеры это наши инструменты, которыми мы как раз компенсировали склонность нас ошибаться. Компьютеры не ошибаются. По крайней мере они считают до нужного числа без промаха. В то время как люди ошибаются всю историю свою. И если наделить машины способностями ошибаться, а способность ошибаться нужна для творчества. надо чтобы вас мотало куда-то по каким-то там заумным идеям. Чтобы был поиск. Да, да. И вот этим пока обладают только люди. Но конечно все эти поиски должны быть под контролем накопленного знания. Вот когда вы говорите, что вот вера в теории относительности и прочее, вера должна существовать в то, что бесконечно и точно доказывано. Я уже много раз об этом говорил, что не может быть расхождения в вопросе чему равно число пи или корень из двух. Это раз навсегда дано. Теоремя Пифагора она тоже уже окончательно доказана, как и теорема Ферма теперь уже. И многие другие истины доказаны окончательно. Это не означает, что прогресс на этом закрыт, он никогда не закрывается. Но я всегда говорил, и мы все говорим о том, что мы должны опираться на твердо установленное знание, которое в каком-то смысле имеет элементы религиозности, вот в каком смысле. Мы не можем заставить любого студента пройти все опыты, которые его приведут к уравнениям максимума. Но мы можем показать ему, что мы это все сделали. Для этого существует история науки. И время от времени наука снова возвращается к проверкам. Я в прошлом году закончил работу по измерению скорости света от движущегося источника. Она была совершенно бессмысленна с точки зрения существующей науки, потому что никто из профессионалов не сомневается в справедливости теории относительности. Но сколько в интернете на эту тему разночтений. И вот ради этого я решил, что мы теперь должны поставить опыт, который в лоб покажет, что Эйнштейн был прав в своем втором постулате, который очень плохо доказывался в свое время опытами Маккельсона. Очень плохо, двусмысленно, с малой точностью. И все считали, что только на этих опытах и держатся эти... Да ничего подобного. Теория относительности держится на ее следствиях и на том инструментарии, который из нее вырос. Это вся наша ядерная физика, все эти коллайдеры, ускорители, синхротроны. Это все без теории относительности двинуться не может. Любая ядерная реакция без теории относительности не может быть интерпретирована. Это знают все профессионалы, но почему-то ходят разговоры о том, что это всемирный обман. Ну, всемирный обман, потому что она действительно весьма парадоксальна. Та же история с квантовой механикой. Другое дело, что может быть мы когда-нибудь поймем, что к этим же результатам можно было прийти другими способами. То есть не из постулативного механизма, как начинал Эйнштейн, а, скажем, из соображения симметрии мира. Вполне возможно, но формулы будут те же самые, потому что они проверены вот сейчас уже до восьмого десятичного знака. То есть вопрос по большому счету стоит в человеческом развитии совершенствования собственного инструмента, как мозга, как познания, как сознания. Получается так. Боксинг. Мы сейчас даем лекцию. То есть у нас же получается интернет это огромная распределенная память, куда книжка как первоначальная память небольшая, как даже во всяких мифах это волшебная книга, которую волшебник открывает и читает там заклинания. Потом мы имеем Библию это тоже самая книга. Научная работа оформляется в книгу. То есть возможно за интернетом стоит какое-то будущее, какое-то другое представление знаний в каком-то распределенном виде, может быть не в книге, может быть в каких-то других формах и человечество как раз подходит, может быть меняется какой-то инструментарий, либо взгляд, либо позиция. Потому что собственно мозг человека это инструмент, мы только его продолжаем вот в этих вещах. Что это сказали? Получается так. Все эти машины, техника, усиление мускулов, усиление ног, колеса придумали, скорость быстро пошла и так далее. развитие. Ну, честно, нет. Кто-то настойчивый у вас. Это у меня один есть такой сумасшедший из Новосибирска, который все время мне рассказывает о своих великих совершениях. Ой, господи, да. Мы встретили замечательного человека, Акимова, такого, Олега, скептикратсова.ру. Он физик и преподавал тоже там в Владивостоке еще где-то. И тоже у него там теория, что Эйнштейн это великий обман, что Фрейд это великий обман и так далее и тому подобное. Сравнивать с Фрейдом это сильно. Скептический взгляд, который дошел до какого-то уже какой-то абсурдного состояния. То есть, возвращаясь к вопросу о том, что человеческое сознание это инструмент, который развивается. И как бы слово это одна из частей этого инструмента. Интуиция тоже одна из частей этого инструмента. Вы понимаете, я так представляю себе, что главная беда в том, что знание действительно переходит из поколения в поколение и все время нарастает, а человек проходит в своем индивидуальном развитии путь от дитя, которое не умеет управляться своими руками до того, когда он начинает что-то понимать. и в этом процессе людей очень часто заносят на амбициозные желания совсем поспорить. Вот если не хватает знания, то появляется вот такое вот желание «Да я заткну за пояс всех этих Эйнштейнов, они же глупость пишут, они пишут что?» И, значит, мы цитируем, что вот что Галилей неправ в сложении скоростей. Хотя я каждый день в трамвае вижу, неправильно складывается. Там про эффект Доплера, что про реликтовое излучение, что какая-то запретная физика, нас все обманывают, на самом деле физика другая, теория эфира, вот это все-все-все-все-все-все. Это же можно рассматривать как какие-то следствия людей, следствия того, что люди просто не до конца одно понимают и склонны к каким-то отличным филогизированным вещам, да? Да, это то есть вот с чем борется ваша это раскол. Это весь идиозный раскол. Но комиссия ваша борется, которую вы возглавляете по лженауке, она в принципе борется с подобной явлением, с результатами, то есть именно с тем вредом, которое в результате появляется. Больше всего с этими явлениями мы не пытаемся перековать этих людей или там иногда мы по этой части только занимаемся просветительством. То есть мы говорим как на этот вопрос смотрит мировая наука. Не официальная там, не какая-нибудь, а просто единая мировая наука. То есть мейнстрим научный. Как на это смотрят? Но против чего мы на самом деле очень старательно и решительно боремся, это на попытках уже не фанатиков, а мошенников. Или точнее мошенников, которые используют фанатиков. Обладеть бюджетом и ограбить его. А тут они все очень хорошо сговариваются. Представляете, любой чиновник, которому приходят изобретатель вечного двигателя и говорит, только не давайте в Академию наук, они все забодают. А мы с вами там все сделаем. И чиновник, он может быть вполне грамотен. Он прекрасно понимает, что ученый имеет право на ошибку. Давайте дадим ему деньги. Это шаг за горизонт. Это третий глаз и так далее. и ссылки на битвы экстрасенсов, на все что угодно. И под это дело можно списать какие угодно деньги. Но у меня впечатление, что вот эту битву мы все таки выиграли, потому что сейчас эта публика изгоняется из власти. Еще недавно мы имели тяжелые столкновения с Грызловым, который требовал разогнать Академию наук, разогнать комиссию, там, что это инквизиция современная, что, дескать, они, сам Кругляков признавался, что за десятка тысяч предложений он все забодал. Ведь это же ограбление нашего народа. ну, правильно забодал. Потому что это все вот эти полусумасшедшие были. Или жулики. Но, по-моему, Путин сделал свой выбор. И в прошлом году на собрании Академии наук он публично поблагодарил Академию наук за нашу комиссию за принципиальную позицию в защите науки от проходимцев и профанаций. Ну, правда, после этого последовали реформы. понятно. А вот зависимость российской науки от государства, от государственного бюджета, от воли царя... Она исключительная. Просто исключительная. И никогда не может быть другой. Во все времена, еще в средние века наука шла под эгидой Сизерена. Любой император имел при себе алхимика, который ему золото варил. Алхимик, конечно, его вводил за нос и время от времени показывал ему чудеса. Ну, и вот эта традиция сохранилась. Но сейчас я боюсь, что кроме веры в чудеса у начальства есть еще циничное желание просто погреть руки на бюджете, которые можно спустить налево. И вот именно с этим мы прежде всего боремся. У нас по существу три задачи. Вот это задача защиты бюджета, вторая задача это худо-бедно какая-то просветительская, не допускать, скажем, проникновения торсионных полей или биоэнергоинформационных технологий в учебнике, в ОЗОВСКИ учебники. Ну, вот мы пытались бороться с религией, но как-то с этим не получается. Ну, бог с ним. По крайней мере, с лженаукой мы с религией стоим в одном ряду. Она очень не любит сектантов и елисей. Они все впадают в елиси. Ну, в общем, меня не радует такое объединение, потому что это тоже форма лженауки. Понятно. То есть, вот всякие научные фонды отдельно сейчас они говорят про научный фонд, там еще так далее. Во-первых, все они государственные. Все равно государственные заказ на исследование он должен быть обязательно. Прежде всего. И все фонды у нас... Потому что это и развитие промышленности, и развитие техники, и развитие военной составляющей, обороны, и космос, и все-все-все-все-все. Все, что угодно. Совершенно верно. Они все время ждут от нас великих открытий. Они говорят, вот вы до сих пор не сделали какое-нибудь великое открытие. На самом деле мы делали кое-какие открытия, но они мало кому доступны. Да. Эти открытия. Ну, например, вот этот самый Хинкс. Ну, он ничего не изменит в картине мира, того мира, который нам нужен для хозяйственных нужд. Он что-нибудь, скажем, эти результаты изменит наши взгляды о том, что было 20 миллиардов лет назад в биг-банге или к чему все это придет. Это чистое познание. А то, что нам нужно, это прежде всего технология, это физика твердого тела, это научно-техническая работа и прежде всего воспитание специалистов. Потому что у нас все надежда. Все купим за границей. Купим за границей. А кто этим будет управлять? Это нужны знающие люди. Должны понимать, по крайней мере, что они видят на экранах. По крайней мере, без науки ничего не получится. Ну, то есть, в принципе, даже если принять гаммовскую теорию великую о большом взрыве как теорию, тем не менее, и, возможно, и не было никакого большого взрыва. Взгляды же могут измениться, но, тем не менее, сам мейнстринг, как мы толчемся в эту Вселенную, и она нам чем-то отвечает, но мы все равно ей не поклоняемся, а мы все равно ее исследуем. Да, я бы сказал, что это область чистого знания, потому что мы никогда не вылезем за пределы Солнечной системы, а уж за пределы собственной галактики, это вообще все исключено. При нашей жизни. Не при нашей даже жизни, при жизни нашего человечества. Это запрещено гигантскими расстояниями. Мы не до одной черной дыры, слава Богу, никогда не доберемся. То есть, это размерность просто, разница, да? Да, у нас наша ближайшая черная дыра, гигантская черная дыра, она, наконец, открыта. Это действительно великое открытие. Но это открытие в основном в области чистого духа и познания. У нас в нашей, в середине нашей галактики сидит гигантская черная дыра с массой примерно 6 миллиардов Солнц. И она все время поглощает все, что вокруг появляется. Но она от нас находится на расстоянии примерно 10 тысяч световых лет. А мы до сих пор только-только вышли с нашими зондами за границы Солнечной системы после 17 лет плавания. А до ближайшей звезды. Ну да, еще спорят, вышли или не вышли. Какая там среда солнечный ветер и так далее. Ну это мелочи. Это условно. Вот кончилась наша Солнечная система тем, что все вокруг крутится вокруг Солнца, включая дальние кометы. А остальные уже Солнце не видят. Ну вот мы за это протяжение уже вышли. Ну и дальше дрейфуют. И будем дрейфовать Бог знает сколько. Поэтому это очень интересно. И физика высоких энергий страшно интересна. Но она не влияет на нашу жизнь. На нашу жизнь влияет то, что от чего она зависит. Это вопросы выживаемости, болезней, еды. Вот сосуществования вот этим надо заниматься. Но это опять же делается эти вопросы решаются только наукой по большому счету. что это честные и искренние абсолютно без заблуждений. То есть должны быть именно такие отношения. государство должно стоять именно на этих рельсах. А не на мифическом поклонении чему-то. Не спонсировать облеты с иконами над наводнениями на вертолетах. Потому что это мне это представляется средневековой дикостью. Но если это им нравится это никому не мешает. Когда люди освещенные предметы себе вешают или целуют иконы ну целуют иконы это не очень гигиенично. Но вообще когда речь идет об амулетах то они безвредны. Пускай себе. Плацебо. Если человек верит что это ему поможет пускай верит. Лишь бы только он не перекладывал не возлагал слишком большие надежды на это дело. Потому что все-таки вовремя надо ходить к врачам. И хорошие церковники говорят иди к врачу. У меня верующая жена и она все время от меня защищает церковь и говорит что в церкви люди такие же как всюду. Там есть и негодяи и святые и праведники. Абсолютно. У вас в академии говорят что все умные? Я говорю да нет. Я объясняю что у нас в академии по давнему расчету примерно треть людей которые должны были бы быть в академии. Треть могла бы быть могла бы не быть а треть не должно было бы быть. Но это всегда так. Это какая-то элитарность которая привлекает к себе все что угодно. а пришедший какой-нибудь жулик или там номенклатурное лицо он же начинает под себя делать окружение и это начинает растить. Но они понимают что если они будут создадут себе окружение только из себя подобных то это станет очевидным. Так же как любая болезнь не торопится убить своего хозяина потому что она умрет вместе с ним. А можно так воспринимать государство и церковь как лиана которая живет как раз на дереве на здоровом и тоже не стремится убить своего хозяина потому что церковь она при любой власти в принципе существует ей по барабану ей надо конечно не не слишком агрессивно себя расставлять я так думаю а что касается государства государство конечно совершенно необходимо без государства общество превращается в толпу и надежды на какое-то гражданское общество где все такие умные как научные сотрудники лабораторий это только мечты стругацких ничего подобного люди в общем на 95% это прежде всего выходцы из звериного царства нет ну вот существует некая классификации когда допустим есть исследователи которые непосредственно на переднем краю жизни исследуют что-то потом существуют конструкторы которые на основе исследования что-то конструируют потом существуют эксплуатанты техники которые производят и потом существуют остальные потребители которые все это потребляют ведь это же тоже такая иерархия вполне существует да она должна держаться поэтому я считаю что ни о какой wind отсутствии государства речи идти не может никогда всегда это приводило к краху нужна какая-то организующая сила но только она должна быть разумной она должна прежде всего дружить со знанием а не с верой ну тогда может быть смысл гражданского общества именно затачивание вот этот в этом двойном когда она способствует именно тому что в государство нападают я думаю что в целом вот новая государственная формация которая пришла она в целом гораздо более образована чем было при советской власти но она очень сильно настояна на криминале и на без правном использовании силы которое пришло вместе со спецслужбами это в этом очень большая опасность то есть если допустим была нормальная судебная система независимой можно было надеяться на справедливый суд возможно было бы несколько по-другому пошло бы я думаю что да ну вот только что говорилось что судебная система она все время и от советской власти и до сих пор 99 процентов осудительных приговоров это означает что она зависит что она зависит от органов прокуратуры которые им оставляют и следствие это означает что они просто не хотят портить с ними отношения то есть это единая система и так это быть не может а при царе на налаживалась как раз вот система присяжных которая сильно подрывала вот эту власть спецслужб такую безмерную власть я об этом говорю сознанием дела потому что у меня дед был крупным судейским чиновником который очень ратовал за систему присяжных судов и был поклонником анатолия федоровича кони у вас замучили нет не надо просто бесконечные бесконечные темы да конечно спасибо вам огромное я думаю завершено спасибо огромное мы про наш маршрут по северной столице рассказываем всем то есть ну как кто то кто еще участники вот и мы были